всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое очередное видео из серии семья любовь к детям и родителям называется ролик сегодняшние виды и зачатия виды зачатия и рождение ребенка или другими словами на значке видите дети из пробирки сегодня я поговорю на эту тему все эти видео я пишу последние в рамках плейлиста как я сказал семья любовь к детям и родителям все что касается приемных детей родных детей как это говорят ювенальной юстиции child free аборта мы с вами уже поговорили здесь вот смотрели предыдущие 2 видео это вот как раз child free и про аборта я говорил и сегодня мы с вами переходим к видео к теме зачатия виды зачатия рождения ребенка я буду читать что-то со своей страницы что я написал вы всегда сможете к ней обратиться найдете ссылку первого в описании к ролику первой строкой и так помимо естественного для первых людей на земле внутриутробного зачатия ребенка после секса и его рождения беременной матерью в современном мире существуют и другие ныне уже такие же естественные способы зачатия рождения ребенка о них далее и пойдет речь знаете прежде всего хочу сказать такую вещь очень важную мы очень часто употребляем вот это вот слово знаете естественное там неестественное чего-то там употребление или прочие вещи это вот какой сферы жизни не коснись и люди очень часто рассуждают об этом знаете в таком контексте что вот вот якобы вот это вот естественно то что там уже давно делается или якобы вот в библии был написан этот естественно все что там не написано или вот что что там мои предки не делали или кто-то из нашего народа или вообще люди на земле что это якобы неестесть на самом деле все естественно как говорится что неотвратимо да все эти понятия естественно естественное они очень растяжимы и что сегодня у нас кажется неестественным завтра будет естественно это очень важно в жизни тоже понимать поэтому знаете когда говорят что там вот да вот естественно как бы ребенок начинается от секса ну что это естественно ну а как дом строится его строить человек что дальше естественной и неестественные та-та как сейчас дома строят он небоскребы по сотне этажей ну 10 лет назад было неестественно да а сейчас это естественно что такие все эти понятия естественные естественные и поэтому кто знает религиозники конечно люди недалекие в основном в своей массе Вот от секса может получиться ребенок, значит, только вот так вот и должно быть. Это естественно от Бога и все такое. А все, что вне, все это от дьявола, не от Бога, да, и все это неестественно, неправильно. Все это чепуха, конечно же. Все, что человек может создать в этом мире, потому что образ и подобие Творца, это все естественно. Если эта игра еще неестественна в том плане, что это не массово, это не значит, что завтра это будет не массово. Ну, вы знаете, у нас те же самые религиозники, по сути, да, сжигали тех же самых ученых на кострах, когда те говорили, что земля там круглая, квадратная или плоская, когда электричество изобретали, когда то изобретали, когда сё изобретали. Да, спокойненько их, приспокойненько, да, с гор сбрасывали, камнями побивали, на кострах сжигали. Да, сейчас все те же самые религиозники спокойненько пользуются всеми этими достижениями, как говорят, науки и техники, да. Ездят на тех же самых автомобилях, дома у нас сейчас полностью электрифицированы, а за то же самое электричество, я говорю, куча ученых пострадала от тех же самых рук религиозников, да, которые говорили, что все это неестественно, надо вот свечкой пользоваться, сидеть дома при лучении. Вот, поэтому все это, знаете, все это очень, все, что есть в мире, оно все, ни добро, ни зло. Вся материя, которая так называемая нас окружает, она ни добра, ни зла сама по себе. Вопрос, куда употребляет это все вокруг нас, так скажем, несвободная материя, потому что она не может избирать между добром и злом. Между добром и злом может избирать человек. И вот зло или добро это превращается только в руках человека, ну или ангела, или духов, да. Поэтому они тоже разделяются на демонов и ангелов божьих, да. Здесь очень важно. Поэтому все, что человек творит своими руками, по образу и подобию Бога Творца, от которого он и сотворен, кстати, да. Ведь сказано в первой главе книги Бытия, что человек был не рожден от Бога естественным способом, да. Не мама с папой какие-то там боги сексом позанимались, и тут мы с вами люди появились. Нет, написано, что Бог из праха земного сотворил человека. Поэтому творит ли человек, человек себе подобного посредством секса, внутриутробного зачатия, внеутробного, да, внеутробного оплодворения, ну вынашивания в утробе матери там, или полностью мы скоро дойдем до того, чтобы человека создавать в пробирке, это не имеет вообще никакого значения. Это все можно и нужно уже в современном, тем более в мире, называть естественным процессом. Я об этом буду говорить далее. Итак, я, как сказал, разобью эту тему на несколько разных подразделов, обо всех мы с вами поговорим подробнее. Далее я поговорю, вы послушайте, вы можете тоже присоединиться к этим разговорам в комментариях, можете в личку мне всегда писать. Итак, первая, это тема, текст у вас на экране, это искусственное оплодотворение. Я вам кое-что зачитаю, потом своими словами в свободе слова скажу. Экстра, корпоральное оплодотворение. От латинского экстра, сверх, вне, и корпус, тело, то есть оплодотворение вне тела. Есть такое вот заумное словосочетание, экстра, корпоральное оплодотворение. У нас все в основном с латыни, в русском языке такие названия, поэтому пугаться не будем. Сокращенно эко звучит. Экстра, корпоральное оплодотворение. Или ребенок из пробирки, простыми словами. Что это такое? Это вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Синонимы этого словосочетания такого заумного, это оплодотворение в пробирке, оплодотворение in vitro, это уже с другими словами, сейчас по-русски мы тоже с вами скажем, или искусственное оплодотворение. В английском языке обозначается аббревиатурой IVF, ну потому что тоже in vitro vertilization, то есть от английского все это происходит. Ну по сути все то же самое, что это оплодотворение, зачатие вне утробы матери. Во время эко, экстракорпорального оплодотворения, яйцеклетку женскую извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственное в условиях, где? In vitro, по-английски в пробирке. Полученный эмбрион содержит в условиях инкубатора, где он развивается в течение 2-5 дней, после чего эмбрион переносит в полость матки для дальнейшего развития. Итак, что такое экстракорпоральное оплодотворение? Или оплодотворение вне материнской утробы, или по сути ребенок в пробирке, да. Это когда берут женскую яйцеклетку, берут сперматозоид вне всей этой материнской утробы, без всякого секса, в медицинских условиях, в лабораториях, все это соединяет. Происходит, что оплодотворение, несколько дней этот зародыш, этот эмбрион развивается именно в пробирке, потом его уже обратно помещает в материнскую утробу, в женское лоно, и там уже происходит вот эта вот беременность, да, и дальше протекает. Является такой способ, вот такой вот внеутробного, так скажем, оплодотворения, да, зачатия, если хотите правильно, да, беременность сама будет проходить в утробе материнском. Но вот женщина по какой-либо причине с мужчиной не могут вот забеременеть, да. Почему-то внутри это не происходит. Может, среда не та, может, еще что-то, да. И вот делают такие вот у нас вот технологии дошли, что мы вот такой вот можем. Я задаюсь вопросом и отвечаю, грехом или преступлением является это или нет? Я отвечаю, грехом или преступлением это не является. При каком, естественно, условии, всегда оговариваюсь, чтобы вы об этом всегда помнили, никогда не забывали. Если все делается добровольно, всем участникам процесса, из любви и с любовью друг к другу. В жизни определение греха есть всего два условия. Свобода и любовь. Если все этому критерию соответствует, ну и третий, как все добавляют, это вечность, да. Хотел бы я, чтобы так было вечно, да. Может ли такое быть вечно? Вот если это вечно делается с любовью и что даже в вечности это будет все правильно, ничего не изменится, да. Является ли это все добровольно и является ли с какой целью конечная? Что такое любовь? Любовь, конечная цель, это сделать кого-то счастливым. Доставить кому-то блаженство через наслаждение и удовольствие. Если всем тем трем условиям какое-либо наше в жизни деяние соответствует, то это не грех, более того, добродетель. Это не зло, это добро. Это не греховность, а праведность. Что греховного, что плохого, что преступного. Ну, преступление и грех, вы знаете, всегда это как бы светское и религиозные такие понятия. По сути, об одном и том же говорят о том, что нарушая это, ты понесешь какое-либо наказание, да. То есть ты приступаешь правду, приступаешь закон, приступаешь добро, каким-либо он нарушаешь. Поэтому я просто делю. На самом деле, многие вещи, не всегда государство идет в ногу с религией или наоборот. Иногда, конечно, они очень сильно сближаются, иногда отдаляются. Иногда все, что считается грехом в религии, становится и преступлением в государстве. Иногда наоборот и так далее. И наоборот, иногда, когда люди какие-то грехи, преступления понапридумывают, все это плавно может перекочевать в религию. Поэтому я как бы так всегда делю. Отвечаю на тот и на тот вопрос. Поэтому все эти внеутробные зачатия, они не являются ни грехом, ни преступлением. Если делаются добровольно, если там нет никакого обмана и прочие вещи, все это делается и никого-то к этому не принуждают. Люди идут на это добровольно, сознательно, осознавая там все риски и прочие вещи. Готовы за это платить, грубо говоря. Мало того, что немалые деньги, наверное, в современном сейчас мире. Я не узнавал, сколько это стоит в разных странах, но подразумеваю, что тоже не дешево. Хотя где-то, в каких странах, наверняка это уже делают как норму в поликлиниках, в тех же самых бесплатных, возможно, своим гражданам. Все зависит от страны, на самом деле. То не грехом такое искусственное оплодотворение, не преступлением. Преступлением не должно нарекаться в светских государствах и не должно именоваться грехом ни в каких там религиях, мировоззрениях, сектах, течениях, я не знаю, даже ответвленных от какой-то крупной религии. Потому что все, что делается добровольно и с любовью, не является никаким ни грехом, ни преступлением. Итак, следующая тема. Ребенок из пробирки. Вам может показаться, что мы только что об этом говорили. Но я сейчас поясню, что я имею в виду. В основном под понятием ребенок из пробирки подразумевается искусственное оплодотворение женщины, о чем я и написал выше, но вам только что обо всем этом сказал. Но сейчас я имею в виду, когда я... Потому что, видите, вот это вот искусственное оплодотворение, по сути, очень часто путают, я бы сказал, и называют это ребенок из пробирки. Отчасти можно так назвать. Мы с вами видим, что, конечно же, само зачатие происходит внутри пробирки. Да, действительно. Но это все-таки всего лишь пока эмбрион. Это всего лишь яйцеклетка, соединенная со спироподозоидом. И, по сути, сорастворившееся одно с другим, как сказал и Господь, два вплоть едину. Становится такой уже целый эмбрион, нераздельный, неразлучный. Да, вот. Но сейчас, конечно, тему я хоть так и назвал, по сути, немножко перекликается, как кажется. На самом деле, я хочу сказать, что под этой темой, ребенок из пробирки, здесь во втором, так скажем, подпункте, я буду подразумевать целиком человека, выращенного вне женского троба. Еще раз. То есть, первый пункт был. И почему я еще, знаете, делаю пересекающиеся? Ну, потому что это известные названия. Можно, нам такие понятия, просто они у нас на слуху, на языке, да. И поэтому, если я пытался как-то назвать немножко по-другому, но в поисковиках даже никто так не ищет, да. То есть, известно словосочетание, это ребенок из пробирки. Хотя, как я вам сказал, в первом пункте, там хоть тоже, как мы видим, определения, дающиеся в разных там источниках, они как бы пересекаются. Ну, надо понять, что в данный момент ребенок из пробирки, да. Я сейчас во втором пункте буду подразумевать именно целиком, вот, человек от зачатия до того, как вот женщина рожает, да, ребенка на свет. То же самое, что человек способен вот так вот в пробирке, в каком-то инкубаторе вырастить целиком человека до младенческого состояния, когда он потом будет питаться там молоком матери, да. Вот об этом я буду как бы говорить. То есть, полный цикл врач-человека вне материнской троги. То есть, без какой-либо беременной женщины вообще. То есть, полностью это зачатие и потом вся беременность проходит вне матери. То есть, как таковая женщина вообще не нужна. Как пример, мы с вами видим это, ну, я надеюсь, вы смотрели фильм «Матрица», да, и как там вот все эти машины, которые восстали против людей, выращивали людей целиком, вот, из ничего там, можно сказать, да, и подобный человек выращивали из маленького ребеночка до большого человека, он там все равно был все время подключен к этим аппаратам и питал твоей энергией, там, тепла, эти же сам машины, потому что они требовались, так скажем, в этой энергии, как и люди выступали в роли батареек. Я вам зачитаю дальше, что я написал. В фильме, правда, вот в «Матрице», да, выращивание людей занимаются восставшие против людей машины. Но вместо машин давайте представим все тех же людей, нас с вами, которые достигли этой цели. То есть, ну, я говорю, в фильме «Матрица» хоть это делали и машины, но там сама идея, так скажем, хорошая, интересная в этом плане. Да, мы с вами представим, что вместо машин просто мы с вами вот достигли такого уровня развития, что мы скоро станем способны, может быть, уже это где-то есть, может, нам еще это не так официально не открывают, не говорят, но, возможно, уже в каких-то странах и могут вообще полный цикл выращивания человека уже сделай, да, соверши. Я глубоко уж прям не вникал, но похоже на то, что все это не за горами, да. Я пишу, на момент написания этой статьи, а сегодня, ну, я писал 31 марта 2024 года, люди еще не научились выращивать, ну, насколько мне известно, как я сказал, может быть, где-то уже это и практикуют, открыто или закрыто. Причем ни людей, ни даже животных. Я не слышал, чтоб целиком, вот прям в пробирке, можно целиком там вырастить какое-либо животное. То есть, каким-либо внеутробным вот этим способом. Но думаю, что это время не за горами. Опять задаюсь вопросом, будет ли грехом такой способ, беру в кавычки, плодиться и размножаться, ну, как бы цитирую Библию, да. Грехом, преступлением, все, опять же, в принципе, те же самые вопросы, те же самые ответы. Я отвечаю, что, конечно, нет. Опять аргументирую все теми же самыми аксиомами. Бог есть Творец, мы Его образ и подобие, мы с вами тоже Творцы, а потому любое творчество, даже в том числе такое, оно абсолютно от Бога. Даже такое вот, да. Сам Бог не родил, а сотворил, создал человека. Ну, вы помните, я об этом вам уже только что, вернее, даже напомнил, сказал. Давайте даже вспомним, прям дословно процитируя Библию, да, Бытие 26, 28 и 2, и 7. И сказал Бог, сотворим человека, сотворим. Бог не рожал человека, а сотворил. По образу нашему и по подобию нашему. И сотворил Бог человека, по образу своему, по образу Божьему сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Это, знаете, вот очень важно. У меня есть другие ролики. Я как бы с другой стороны на эту тему заходил, так скажем, рассматривая ее. И я там говорил, что это очень важно, что, знаете, вот это вот, нам кажется, что вот это вот естественное рождение, что якобы вот это заповедь Божий, закон Божий. На самом деле надо понять простую вещь. Мы образ и подобие Бога Творца. Тут очень важны оба слова. И Бога, и Творца. Так как мы Его образ и подобие, в нас те же самые желания, в нас те же самые стремления. И мы хотим не просто родить человека, мы хотим его сотворить. Это очень важно. И на самом деле в этом желании нет ничего плохого. Оно естественно, как вот это, как я сегодня, вы знаете, начал с этого слова, да. Оно естественно, потому что Бог творит человека. Это очень важно. Вообще в том, как мы создаем человека, рожая ничего к этому, можно сказать, не прикладывая никаких усилий, да. Или вот человек пытается развиться и создать человека, стать Богом в этом плане, да. В этом нет ничего плохого. Религиозники вечно насусят, что это якобы чуть ли не борьба с Богом. Это абсолютная ошибка. Вы сами, я думаю, у кого здравый ум, тот понимает это. На самом деле это в нас заложено, естественной природой, богоподобие я. А он творец, и мы творцы. И точно так же, как он сотворил человека, нам точно так же хочется сотворить человека. Сотворить, не просто родить, а именно сотворить. То, что вот именно, рождение ребенка, это что-то естественное, от меня не зависит еще. А вот творение, это я. Я сотворил. Я цитирую дальше вам в Бытие 2.7. И создал Господь Бог человека, само это как бы тело, да, оболочку нашу, само человека-животное, я всегда его так называю, да, из праха земного. Но вдунул в него, в лицо его, дыхание жизни. Что такое сущность свою? Сущность, любовь, он эту, да, вдунул в человека. Это очень важно. И то не самое, мы с вами оставимся свободными избирать, да, то есть он хоть у нас любовь вдунул, является источником, но мы можем избирать и зло, да. Я почему процитировал, заметьте, и Бытие 1 главу, и 2, очень важно, да. Кто ее знает хорошо, книгу Бытие, эти 1 главы, вот именно, сначала оболочка, потом внутренность. Поэтому на самом деле, сотворим мы и родим человека, это не имеет никакого значения. Давайте я вам дальше зачитаю то, что я написал. А значит, творя человека, мы уподобляемся Богу и делаем дела Божьи, являясь его образом и подобием. По сути, мы как раз и реализуем, это же такая же заповедь. Быть, стать Богом, обладая его образом, уподобиться ему, это тоже заповедь, это тоже стремление человека, которое он должен реализовать. И более того, оно в нем настолько глубоко, настолько горячо сидит, что он не может жить спокойно, пока это не реализует. Это очень важно. Бог сотворил мир прекрасный, мы тоже творим все время вокруг себя. Дома строим, сады, огороды, это в нас естественно сидит. Бог сотворил человека, мы тоже хотим его сотворить. Бог сотворил всех животных, мы тоже вечно пытаемся там что-то с ними вытворять. Ну, если бы мы это делали только правильно, да, с любовью, а там много, конечно, зла происходит в том же самом, чем мы занимаемся над животными. Можно было бы и с животными творить с добром, не просто там на них эксперименты проводить. Да. Если бы мы правильно все делали, можно было бы и с животным правильно помогать, да. Я делаю такой вывод, я вам его зачитываю. Не имеет никакого значения, родили мы себе подобное существо или сотворили, сделали его. Главное то, сейчас обращаю ваше внимание на то, что я говорю, что мы вдохнем в него, чтобы он стал человеком, подобным нам, подобным Богу в любви. Еще раз, я надеюсь, вы остановитесь, может быть, даже на паузу поставите и подумайте над тем, что я сказал. Еще раз, это два независимых акта. Я вот помельче сделал, чтобы все у вас на экране было. Сотворение или рождение, и не имеет никакого значения. Родили вы человека, сотворили вы человека, каким-либо образом. Главное то, что мы потом в него вдунем, вдохнем. Что мы вложим в этого человека, как мы его воспитаем. Не важно, этот младенец через 9 месяцев из женской утробы появился, или из пробирки нам его на руки матери и отцу положили. Да, для вскармливания там грудью, а может сейчас уже тоже все это не грудью, можно всем там чем угодно вскармливать и так далее. Главное, что мы в этого человека, если он будет, если этот ребенок из пробирки будет сам настоящим человеком, точно таким же, как рожденный из женской утробы посредством там, как говорят, естественного процесса, секса, зачатия и так далее. Даже если этот ребенок, мы его сотворили, и это полноценный человек, со всеми характеристиками абсолютно человеческими, со свободой избирать между добром и злом, естественно. Если в него Богом будет точно так же вдунута душа живая, да, если он родится, значит в него тоже эта душа живая войдет. Да, то есть Бог посылает души не только в женскую утробу, а пошлет эту душу живую куда? И в этого ребеночка из пробирки. Поэтому главное не как мы творим человека, рожаем мы его, получаем мы его, да, таким, как я уже сто раз вам оговорился, так называемым естественным способом, или якобы вот так называемым неестественным, хотя все это естественно, если человек это может сделать. Главное то, что мы вдохнем в него, чтобы он стал человеком, я пишу с большой буквы, да, вот это вот человек-животное стало человеком-богом, подобный нам, то есть мы сотворили себе не просто по образу подобный, но и по подобию. Подобным нам, а мы кому подобны? Подобным нам, подобным Богу в любви. То есть, во-первых, сотворить и научить, и мы сами должны, чтобы кого-то чему-то научить, надо самому стать святым. Надо самому, чтобы кого-то сделать богоподобным, надо самому быть Бога, уподобиться Богу. Еще раз я скажу эту фразу, я надеюсь, она у вас зафиксируется, и мы двинемся дальше. Не имеет никакого значения, родили мы себе подобное существо, или сотворили, сделали его своими собственными руками. Главное то, что мы вдохнем в него, когда он будет возрастать, чтобы он стал человеком с большой буквы, подобный нам, а мы подобные Богу в любви. Как Павел говорил, подражайте мне, как я подражаю Христа. Будьте святы, как я свят. Очень важно, чтобы он стал подобный нам человеком, подобный нам, подобным, мы в свою очередь подобным Богу, который мы подобны Богу. Надо самому стать, и тогда мы можем и рожать их, и творить руками. Рожать надо тоже тогда, когда ты сам стал подобным Богу, а не тогда, когда ты сам еще, аляй-баляй, грешник, по уши в болоте греха валяешься, да, и там еще детей рожаешь и воспитываешь. Нет. Что рожать, во-первых, что творить детей, тогда, когда ты сам достиг полноты познания истины, когда ты сам стал подобный Богу, когда ты сам стал совершенный в любви и свободе. Тогда надо рожать или творить, неважно, и делать из него человека, подобный себе, когда ты сам подобен Богу. Вот так вот. Ну и давайте у нас следующая тема. Это суррогатное материнство. Суррогатное материнство. Вынашивание и рождение женщины. Сначала с вами дадим определение, что это такое. Суррогатное материнство. Вынашивание и рождение женщины ребенка для другого лица или лиц, которые станут родителями ребенка после его рождения. Чаще всего генетический материал, то есть сперматозоиды и ациты для формирования эмбриона предоставляются лицами, для которых вынашивается ребенок. Но в ряде случаев суррогатная мать также может быть одновременно и единицей генетической матерью. Суррогатное материнство используется, когда беременность и роды нежелательны или с медицинской точки зрения невозможны, когда риск беременности слишком опасен для предполагаемой матери или когда одинокий мужчина или мужская пара хотят иметь ребенка. Всемирной организацией здравоохранения суррогатное материнство относится к вспомогательным репродуктивным технологиям. В некоторых странах суррогатное материнство находится вне закона и считается формой торговли людьми. Рекомендую целиком прочесть на Википедии статью суррогатное материнство. Я вам ее не просто рекомендую прочесть, я для вас сам тоже. Я не все прочту, но кое-что прочту. В принципе, то, что я вот это сейчас вам зачитал, я отсюда и взял со статьи на Википедии. Я себе чуть-чуть вставил, а здесь я продолжу. Впервые суррогатная мать родила ребенка, который генетически не был ее ребенком в 1986 году в США. Определение термина. Формулировкой понятия Всемирной организации здравоохранения в 2001 году гестационный курьер. Формулировка или принятая Всемирной организацией здравоохранения первая в 2001 году была такая. Гестационный курьер. Женщина, у которой беременность наступила в результате оплотворения оцитов, принадлежащих третьей стороне. Сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает беременность с тем условием или договором, что родителями рожденного ребенка будут один или оба человека, чьи гаметы используются для оплотворения. Ну, то есть, там на что делится, да, как вы с вами, я, может быть, быстро прочитал, еще раз скажу. То есть, суррогатное материнство может быть разное. Может быть, что эта суррогатная мама, она является и генетической. Это что значит? Что какая-то пара, ну, допустим, сейчас возьмем мужчину и женщину, да, семейную пару. Кто-то не может иметь детей, ну, в частности, женщина подразумевается, да. То берется мужское семя мужчины, да, и эта суррогатная мама, это ее яйцеклетка, да. И, по сути, ребенок получается между этим чужим мужем, так скажем, и этой женщиной. И потом этот ребенок идет в эту семью, да. И она является не только суррогатной матерью, да, то есть, которая всю беременность, так скажем, все тяготы беременности на себя понесла, выносила этого ребенка и родила, да. Но она является все-таки генетической матерью, потому что яйцеклетка ее. Но, оказывается, вот именно суррогатное материнство может быть такое, о чем мы с вами вначале первым под темой говорили. Это когда идет оплодотворение именно, то есть, могут взять яйцеклетку именно жены, так скажем, да. Сейчас будем тогда так о семье говорить для простоты. Взять яйцеклетку жены, взять сперматозоид мужа. Соединить их, о чем мы с вами, вот я говорю, в первом пункте, о вот этом в неутробном зачатии поговорили, да. Соединить. На 5 дней, там 2-5 дней, этот эмбрион начнет развиваться. Но так, как видите, если женщина там способна, у нее нет противопоказаний, то, в принципе, этой же жене, как бы, и искусственно ее оплодотворяет, о чем мы с вами, я говорю, в первом пункте уже поговорили. Но, бывают случаи, когда, несмотря на то, что действительно, во-первых, почему-то там в неутробное зачатие не получается. Хорошо, они сделали внутриутробное не получается, они сделали вот это внеутробное. Но, это хорошо, если женщина это здорова, там никаких проблем нету. Да, ей обратно, так скажем, подселяют этот эмбрион, и она сама становится той, кто будет всю эту беременность, так скажем, на себе проходить, сама будет рожать, да. Да, то, но если женщина по какой-либо причине, да, они не могли, да, забеременеть, но внеутробное это получилось сделать, так скажем, соединить их нюйцеклетку, сперматозоид, какие-то суперусловия создать. И внеутроба у них получилось, получается зачать, так скажем, да, но она не может его выносить. У нее проблемы могут быть со здоровьем, или там природа, говорят, что все будет плохо. То видите, как можно именно не в ее утробу, а в другую женщину взять и все это тоже поместить, и она вырастет этого. И по сути, она вообще получается такая колыбельная просто, она по сути такая же, эта женщина, вторая, ну или третий человек в этом семействе, она как бы становится такой живой пробиркой. То есть ее там нету ни яйцеклетки, ну, естественно, мужской семьи не ее, да, то есть она не является генетической матерью, но она по сути является и суррогатной матерью. Маму ее так называют, она все-таки вырастила, она все-таки, вернее, выносила этого ребенка и родила. Но яйцеклетка не ее, то есть в нее все чужое, так скажем, поместили, да. Вот, вот в чем как бы тут отличие, да, суррогатного материнства, или по сути такое дополнение к первой теме об искусственном внеутробном вот таком вот зачатии, оплодотворении. Вот, но как мы видим, оказывается, сейчас можно и обратно, ну понятно, если можно в эту маму обратно погрузить чья яйцеклетка, да, то можно и в другую женщину, по причине того, что это, допустим, не может как-то выносить именно, да, этот плод, да. Вот, так это вот поэтому называется, да. Так, и читаем дальше еще раз. То есть, называется это гестационный курьер. Женщина, у которой беременность наступила в результате оплодотворения ацетов, принадлежащаясь в третьей стороне, и сперпеназод, то есть все, когда не ее, да, называется она гестационный курьер. Она вынашивает беременность с тем условием или договором, ну это было такое первое название, сейчас я говорю, называют, в принципе, суррогатная мама. Она вынашивает беременность с тем условием и договором, что родители, рожденные ребенка, будут один или оба человека, чьи гамметы используются для оплодотворения. Чуть-чуть я еще прочту вам эта история. Традиционное суррогатное материнство. Традиционное суррогатное материнство – это суррогатное материнство, при котором яйцеклетка суррогатной матери оплодотворяется с первой предполагаемого отца или донора. Оплодотворение суррогатной матери может осуществляться либо посредством секса или искусственное оплодотворение. Использование спермы донора приводит к рождению ребенка, который генетически не связан с предполагаемыми родителями. Если при облотворении используют сперму предполагаемого отца, полученный ребенок генетически связан как с предполагаемым отцом, так и с суррогатной матерью, которая от него рождает ребенка юридическими родителями и становится, естественно, те, кто, так скажем, это все заделывал. Ну, я как христианин, как человек исповедующий, проповедующий, читающий на основании той же самой Библии, я думаю, тут вспомнить мы с вами можем одни всем известные нам истории. Это история с Аврамом, то же самое, помню, как Сара не могла рожать, и так как у Аврама было несколько жен, да, то и эти жены были в то же время и слугами той же самой Сары, да, то есть она говорила, вот войди, возьми в жену себе мою слугу, там, рабыню, да, и то, что она родит, она будет, как бы, как бы все равно будет ребенок мой. По сути, это и было такое, можно сказать, библейскость, хотите, первые примеры или истории суррогатного материнства. И знаете, я к тому опять, что религиозники те же самые насуются с этим там суррогатным материнством, насколько я понимаю, основная масса там те же самых этих псевдо-христианских сект, типа православия, католицизм, протестантизм, все-таки все это отвергают, якобы вот все это неправильно, но при этом, пожалуйста, всем, конечно же, на самом деле, известно история для начала Саврама, и там не одна такая история, да, а по сути это и было такое вот суррогатное материнство, вот. Более того, эти суррогатные мамы, так скажем, никуда не девались, не пропадали, эти ее слуги, рабыни, служанки, это же самое Сары, они никуда не девались, они вот были тут рядышком, да, и тоже рожали детей, вот, и ничего, жили, да. Ну, давайте я дальше зачитаю, что написал, грехом или преступлением это не является, если все делается добровольно всеми участниками процесса из любви и с любовью друг к другу. Еще раз тогда, ну, вы слышали, я уже когда зачитывал это определение с Википедии взятое, что да, где-то в странах это является преступлением, то есть это является вне закона, и более того, видите, под какой, под каким термином, статьем, что это якобы аж торговля людьми. Ну, понятно, суррогатное материнство, видите, у меня и картинки такие у вас на экране говорящие, ну, понятно, что суррогатной матери за это как бы платят, да, ну, какая женщина просто так согласится на это, да, ну, и столько из любви там, что это может быть какие-то друзья там, родственники, может она это сделать бесплатно, естественно, ну, как говорится, просто из любви, потому что, как всегда, любим любящих, да. А если это посторонний, как говорят человек, то действительно, а какой у нее вообще смысл, все это беременность, все это для женщины тяжело, да, и что, зачем она это будет делать. Тут нет ничего такого, суррогатной матери, естественно, когда ей там все это договор заключается, естественно, ей там все оплачивают, жилье, питание, все медицинские расходы, обследования, прочие вещи, сами роды, естественно, и могут оплатить какую-то сумму, естественно, сверху, да, не просто так ей, зачем ей это лечение, как будто это какое-то лечение было нужно ей, да, все же это оплачивали, так скажем, ради нее, чтобы она это сделала, ну, и какая-то сумма, может быть, сверху, вот. Если тут какой грех, вы знаете, если, конечно, ну, по поводу преступления, еще раз, тоже, что преступление в плане светского, да, я вам уже не раз сказал разницу между словами преступления и грехом, по сути, никакого нет, это лишь, как бы, такие, светские и религиозные, как говорят, термины, да, вот. Вот, конечно, печально, что есть страны, в которых это нарекается каким-то там преступлением и чуть ли вон там не торговля людьми. Одно дело рабство и действительно торговля людьми, особенно там сексуальное рабство в мире, очень много людей в нем находят, когда людей похищают реально, продают, естественно, за деньги там какому-нибудь, хозяину, как это называется, да, рабовладельцу, этих людей невольно эксплуатируют, там, я говорю, вплоть до сексуальной эксплуатации, да, или там они на плантациях где-то, и там на заводе на каком-нибудь в подвале там на производстве, да, вот. Это когда вот так вот делают, это одно, там человек, это вообще как можно сравнивать, да, где человека выкрали, где человека лишили свободы, там их, естественно, бьют, там их не кормят. Я говорю, еще это может быть, я говорю, и сексуальные издевательства, и психологические, и физические, оскорбляет, и унижает. Как можно вообще сравнивать, что это вот с торговлей людьми, я не знаю. Это просто лишь повод, я уверен, что в каких-то тех же самых странах, я не смотрел статистику, там никакой ссылки нет на Википедии. Если бы была, может, я бы, может, глянул, сам я не стал ковыряться, там проваливаться дальше в эту информацию. Но у меня такие догадки, естественно, интуитивные, что это как раз, вот это все законом запрещается там, где, как говорится, религия запрещает. Это 100%. Ну, мне так кажется, я могу ошибаться, в моем понимании 100%. Вот. Потому что все это всегда очень взаимосвязано. Но, как я вам сказал, сравнивать, это, как вы знаете, про гомосексуализм, я там, когда с педофилией, я все об этом сто раз говорил, это все делается специально такой, сильно, осознанно, потому что, в принципе, это, конечно, люди не самые тупые все придумывают, но делают это не от большого ума в том плане, что, конечно же, они просто хотят, да, свои интересы защитить, вот свои убеждения и так далее посредством закона о несвободе. Но на самом деле все это не является никаким преступлением. Сравнивать суррогатное материнство с торговлей людей, это вообще, по-моему, это, мозгов надо совсем не иметь. Суррогатное материнство, ребенок, который рождается, которого берут в семью, семья, которая там, ну, не важно, мужчина-женщина, женщина-женщина, двое мужчин, как мы уже тоже с вами в этом определении читали, не важно, кто на это решился, да, это ребенок долгожданный, этот ребенок будет в большем счастье, где там, как это говорит, в обычной семье, вот именно, где, естественно, после секса зачался и был рожден ребенок, который, как говорится, не планировали, не ждали. При суррогатном материнстве уж люди, которые на это идут, платят за это большие деньги, да, уж они от этого ребенка будут там, как говорится, на руках носить, да, и поэтому сравнивать вообще суррогатное материнство с торговлей людьми, запрещать вне закона в странах, мне кажется, это какой-то полный бред, это говорит лишь о том, что люди совсем тук-тук, откройте, там, в голове, видимо, совсем кукушки кукует, да, это какой-то бред, да, этого ребенка, этот ребенок будет полностью обеспечен всем, будет в безопасности, так скажем, ну, по мере человеческой возможности, потому что эти люди, что, этот ребенок желанный, эти люди любят его, и готовы любить даже, по сути, отчасти не своего ребенка, если это там не будет женской яйцеклетки, та же самая мама для него будет, по сути, приемной все равно, да, если там суррогатная мать и генетическая будет одна и та же, да, вот, а уж тем более, если там и яйцеклетка, и сперматозоид будет все этого там мужа и жены, она будет вот действительно просто как пробиркой в роли выступать, эта суррогатная мама, то уж там что говорить, по сути, их вообще, их по крови, как говорят, чистых ребенок, да, будут они его любить, конечно, можно нарекать это преступлением, конечно, нет такой глупости, даже говорить не стоит, грехом то же самое, может это являться грехом, ничего, абсолютно, если, ну, я, давайте дальше, как всегда, вы знаете, как я говорю, да, если все это делается добровольно, всеми участниками процесса, из любви, с любовью друг к другу, то никаким это грехом не будет являться, тут нюанс, который сейчас дальше скажу, есть тоже очень важный момент, несмотря на то, что кажется, вот, суррогатное материнство, это вот такая вот сделка, чисто формальная, знаете, конечно, если так относиться, если относиться, что я люблю только свою жену, только своего мужа, я об этом, вы знаете, постоянно говорю, а на всех людей в мире мне наплевать, то хорошего из этого ничего не выйдет, и это может из негреха переползти в грех очень легко, если нарушить эту грань, потому что мы к людям относимся ко всем, действительно, если действительно к суррогатной матери относиться как к пробирке, это будет грех, если к суррогатной матери, которая решилась для вас родить ребенка этого, пусть даже с вашими яйцеклеткой спермелозоида, и она будет его как бы всего лишь вынашивать и рожать, и он, по сути, и не будет она генетической, так называемой матери, а лишь суррогатной, да, то есть которая просто выносила этот плод, там не участвовала ее яйцеклетка, даже при этом условии, если все эти участники процесса полюбили друг друга, так скажем, они могут не спать, да, я не говорю, что надо там сразу шведскую семью образовывать, еще что-то, вот, и причем я говорю не только о мужчине, что он полюбил эту суррогатную мать, я и подразумеваю, что пусть это там муж и жена, они оба полюбили, я опять имею в виду, не просто сексуально, эротическо, или там тем более какой-нибудь похотливый просто любовью, да, лишь бы там переспать, нет, я имею в виду о божественной, человеческой, настоящей любви, то они должны понять, что ту суррогатную мать, которую они выбирают, она становится кем? Членом их семьи, да, исходите шведской семьей, они могут не спать, если там супруги не понимают этого, что можно заниматься сексом с кем хочешь, там, да, если счастливы, но, по крайней мере, в человеческом плане, она должна стать тихой, если хотите, ладно, сестрой, если так будет понятно, для этого мужа и жены, если они так будут относиться к ней, как к любому человеку на земле, если они не собирают, если они собираются в будущем своим детям, этому ребенку обязательно открыть, когда он подрастет, вот это не надо делать в год, в два, три, в пять, в десять, когда он подрастет и начнет это понимать, это я сейчас не буду строки называть, родители сами узнают, когда это надо будет сделать, там, в 13, где-то в 14 лет, ну, там, до 16, да, и рассказать ему всю историю, как он появился, вот, и более того, вот именно всю эту историю, всю эту свою жизнь до совершеннолетия, этот ребенок будет знаком, естественно, с этой суррогатной своей мамой, если вначале ее можно представлять как тетю, там, да, какую-то, потому что сестра брата или жены, это ему и есть тетя, да, то есть сначала ее можно тете представить, если она на это согласится, то когда он подрастет, скажет, что это вот, это вот твоя суррогатная мама, которая тебя выносила, потому что мы не могли, я считаю, что это обязательно должен быть пункт в договоре, но, по сути, должно быть именно в людях, да, потому что любви много не бывает, давайте я сейчас зачитаю и еще раз своими словами скажу, если все родители, доноры вот эти и роженица, действительно любят этого ребенка, то они не будут его делить и препятствовать друг другу любить и заботиться, и воспитывать этого своего в то же время общего ребенка, ибо любви много не бывает, об этом я как бы всегда говорю, поэтому если, если все эти люди должны быть здравые, суррогатное материнство не будет грехом только в том условии, что если эти люди будут опять святыми, я знаете, я об этом все время вам говорю, как видите, неважно какой тема в жизни касается, секса, семьи, детей, работы, учебы, жизни, дружбы, там, главное, чтобы ты свят был, тогда вся твоя жизнь, каждое твое дело будет свято, если эти люди будут святы, они не суррогатную мать никогда прессовать не будут, не будут ей запрещать ее увидеть, я говорю, будут рады, не то, что не запрещать, должны быть рады и счастливы, что есть еще человек, который любит этого ребенка, который всегда поможет, они могут, все же знают, как там, бабушки, дедушки, родители только рады, хоть там на сколько-то детей кому-то сбагрить, как это говорят, чтобы побыть там одному, какие-то дела съездить куда-то, здесь то же самое, у вас появляется, у вас вместо двоих, оказывается трое просто, что же плохого, разве ребенок будет несчастлив, если у нее еще будет супер любящая тетя, а она его по-настоящему будет тоже любить, потому что, по сути, несмотря на то, что это не ее яйцеклетки, она его выносила, родила, она будет однозначно питать к нему, именно, как это говорят, плотские кровяные чувства, и это, с одной стороны, хорошо, в том плане, она его тоже будет любить, что же в этом плохого, отдавать ей там на пару дней, тем более, что ребенку все это с детства, его вот, это твоя тетя, да, там, мы тебя к тете сегодня отвезем, к твоей, к родной, там, и все, тогда все будут счастливы, если суррогатная мать, действительно, какая бы у нее шиза там не клинанула, она, конечно, должна это все в идеале в договоре все равно прописать, чтобы юридически было все это проще решаемо, ну, и выбирать те же самые, вот эти вот, пара должна, такую суррогатную мать, у которой, в принципе, в голове все в порядке, которая поймет, что, да, она действительно, как бы, в принципе, отдаст все-таки на основное там воспитание этой семьи, но ей никто не запрещает, но она не должна никогда, действительно, и уже в том плане разрывать, что там когда-то ее клинанет через три года, она говорит, нет, там, будет суд подавать, это мой ребенок, я хочу его там оставить, вырывая из той семьи, запрещая им там общаться, то есть все должно в любви быть, все эти люди должны быть святыми, совершенными в любви, любить друг друга и радоваться, что они друг другу таким образом помогли, что появился этот ребенок, что они все его любят, да, это, получается, третья суррогатная мама, у нее, может быть, тоже есть родители, по сути, они тоже являются ему дедушки, бабушки, у этого ребенка, по сути, не четверо, не две пары бабушек-дедушек, а три будет пары дедушки-бабушки, что в этом плохого, это прекрасно, потому что где любовь, там Бог, потому что Бог и есть любовь. Тут просто здесь добавился еще один человек, по сути, вы знаете, формула, вот вы уже видите, одна и та же, я всегда пишу, это не является ни грехом, ни преступлением, если все делается добровольно, всеми участниками процесса, из любви, с любовью друг к другу, ну, здесь я просто разжевал, что если вот этот третий человек, тогда это даже не грех, это добродетель, тоже вот понятие опять, мы видите, как с вами, от крайности в крайности, очень часто будут вопросом, лишь бы это грехом не было, пусть там ни грех, ни добродетель, нет, это даже добродетель, если все эти люди ради, ради новой живой души на земле, вот такое вот сделали сами, не имея, да, Бог их через это, можно сказать, сводит тоже, против это Бога, да нет, да Бог рад, что мы друг другу помогаем, мы помогаем, мы любовь свою проявляем, тем, чем можем, даже этим, да, кто-то не может дорогу перейти слепой, мы его через дорогу переводим, кто-то не может родить, мы ему помогаем вратить, если на всю жизнь смотреть, на все ее аспекты, на всех людей, вот именно вот так вот правильно, то все будет нормально, вот так вот, я надеюсь, для вас все это понятно, давайте общий итог, я тут написал, я сейчас зачитаю, и последнее кое-что скажу, общий итог этой темы таков, абсолютно неважно, каким образом человек появляется на свет Божий, главное, то есть, естественно, как это говорят, после секса, зачатия, потом рождение происходит, творим мы его, суррогатное там, от материнства, то есть, по сути, такой гибрид, тоже там тебе и помогли, в пробирке, потом подселили, суррогатной маме, целиком мы дойдем до того, что это будет, человека, животное, выращено в пробирке, да, но потом, Бог все равно в него вдунет дыхание жизни, когда там будет этот момент, когда он первый крик, свой первый вздох, сам сделает, первый крик издаст, да, вопрос, что мы в него вложим, поэтому это абсолютно не важно, главное, чтобы он познал истину, и тут я другими словами расшифровываю, то, что вам во втором пункте сказал, то, что мы вдохнем в него, чтобы он стал человеком, подобным нам, подобным, когда мы подобные Богу в любви, здесь я просто расшифровываю, как всегда вы знаете, эти три, что такое истина, что мы вдохнем в него, вот это, это вдохнем, чтобы вдохнем в него, и сделаем все, чтобы он познал истину о вечности свободе и любви стал совершенным в этой любви тем самым уподобившись богу который есть сама эта любовь какая цель конечная ради чего все это делается если неважно каким образом этот человек человека животное появилась вот это вот плоть из крови и костей неважно каким образом мы ее на свет появили вы появили вам помогли и появиться до главное что чтобы этот человек через нас через окружающих познал истину о чем о вечности свободе и любви и не просто познал иисус горит всякие слушающие меня но не исполняющий подобен человеку безрассудному построившую дом свой на песке который когда рухнет падение его будет великое не просто познал все это а потом стал познав это все в теории стал на практике в деятельность своей жизни совершенным в этой самой любви в жертвенной любви даже тем самым что став этой совершенной любовью ставь бога что сделать уподобился богу которые есть это самая любовь вот вам пожалуйста и весь ответ по поводу это видео конечно я возможно здесь не все перечислил и у меня в голову пришли только вот такие вот три под темы по поводу зачатия рождения может я что-то забыл я пытаюсь для вас всегда как нас учили учителя в школе нормальные учителя конечно же речь о них чтобы мы с вами не зазубривали материал а что а понимали азы аксиомы да и через который потом сами решали доказывали любые задачи и теоремы очень важно аксиома я надеюсь вы сегодняшнего поняли это то что бог есть свобода вечный вечный бог есть свободы и любовь об этом я все время вам повторяю проповедую эту простую понятную каждому человеку истина которая находится вот здесь вот внутри каждого человека поэтому все что в этом мире делается как свободе добровольно и с любовью то есть конечно цели благо ближнего человека животного природы на земле все что делается делать это окружающий нас мир счастливее лучше и чтоб так было вечно мы понимаем чтобы так все делалось да тогда пусть так будет вечно значит все это истин все это от бога в боге и богу возвращается из него исходит то что бог есть это самая свобода вечная свобода и любовь вот и все поэтому если какие-то я пункти не смотрел я надеюсь вы понимаете что все это я не зря начался этого вопроса с этой темы там естественного неестественного это все слова это только если религиозники в них там черт вкладывают и чтобы и люди недалекие на самом деле все естественно что как говорится не отвратим что не греха грех итог зло поэтому все естественно что делается не со злом не естественно только вätta что естественно сущность бога есть любой вот это вот естественно это просто есть я есть тем суще я а просто есть, а просто существует. Вот существует любовь, а зло как раз неестественно. А все эти внешние проявления, да, в этой жизни кажется неестественно ходить по воде. А Иисус ходил, он что, богоборец, богохульник, да. Что значит естественно или неестественно? Естественно это надо вырастить, да, семена посадить, ждать пока они вырастут, потом собрать их, перетолочь, муку сделать, испечь. А Иисус просто так в руках преломлял, и у него хлеб преломлялся. Естественно он выращивал хлеб или неестественно? Неестественно. Богопротивно это? Нет, наоборот за чудо выдаем. Так что то, что люди доросли до того, что как бог мог не просто рожать, а именно сотворять человека, так это как раз точно так же естественно. Потому что бог творит сам человеком. Поэтому все, что делается с любовью и с любви, я говорю, если эти родители, которые этого ребеночка из пробирки, суррогатной матери, кого-то еще привлекают, хотят и эту ли женщину сделать счастливой. Может быть она, кто знает, женщины бывают рожают, потом почему-то больше не могут иметь детей, то есть после первых родов, никакого аборта никогда не делая. Ну все, один ребенок родился, а потом там что-то случилось у нее. У нее хотя бы ребенок такой останется. Пусть даже вот им получается не совсем генетически ее, но она его будет любить как своего. И ни в коем случае нельзя запрещать доступ там к этому ребенку. И тоже рассказать, и все, и позволять любить друг друга, и так далее. Как видите, если все делается так, сразу любая тема раскрывается и становится понятно. Все оказывается упирается в одно. В любовь и ненависть, добро и зло, грех и праведность. Так что, а любовь делает окружающий мир вокруг нас, что счастливее, радостнее. Это возможно только через испытание каких-либо удовольствий. Если мы причиняем боль человеку, заставляем устрадать, это делает его несчастным. Вот и все понятно. Так что вот так вот. Так что творите добро, проповедуйте истину, не несите всякую чепуху про это все, там всякие религиозные бредни. Это можно, это нельзя, там что-то ковыряются. Все можно, что на благо. И все становится понятно. Ну, вот такое вот видео из серии, которая у нас продолжается, о семье, о любви детям к родителям и наоборот. Все, что с этим связано. Ну, или по сути, тема такая, родители и дети, отцы и дети, матери и дочери, все вот такое. Кому полезны и изъедательные мои ролики, ставьте лайк. Делитесь этим видео на своих ресурсах, с окружающими вас людьми. В сайтах, ютуб-каналах, личных сообщениях. Пишите ваши комментарии. Может быть, я что-то не упустил. Я могу, конечно, это записать, если что, ролик. Ну, или могу текстом на своей страничке потом доформить. Вот. Задавайте вопросы, если я на что могу. Я отвечаю на все. Может быть, даже иногда и записываю тоже отдельное видео по вашим каким-то комментариям, вопросам или просто интересным мыслям, которые вы там высказываете. Ну, и на этом у меня все. Прощаюсь до следующего, естественно, видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok